В полудетективной истории, какой автомобиль окажется возрождённым москвичом, можно ставить точку. В сети, наконец-то, появились сертификационные документы, из которых становится ясно – под российской маркой будут выпускаться китайские кроссоверы Jack. Так, в базе Росстандарта появилась пара свежих одобрений типа транспортного средства. Первый документ выписан на бензиновые машины под именем «Москвич-3», а второй – на электромобиль «Москвич-3Е». Но что-то нам подсказывает, что в народе его будут называть иначе. Оба сертификата выданы в Белоруссии. Видимо, белорусские сертификационные органы привлекли, чтобы держать интригу максимально долго. Срок действия документов всего год, хотя обычно прописываются три. Любопытно, что к заявителям выступил КАМАЗ, который минувшим летом стал официальным партнёром «Москвича». Видимо, именно грузовой автогигант и подыскал китайского поставщика машинокомплектов. Напомним, что сам КАМАЗ выпускает среднетоннажники «Джак», которые продаются на нашем рынке под именем «Компас». Так что выбор партнёра, особенно учитывая подсанкционный статус КАМАЗа, вполне логичен. Итак, нас ждут разновидности кроссовера «Джак» GS4, что является одноклассником «Хавейла Джолио». И изучение официальных бумаг позволяет сделать однозначный вывод. И внешне и технически москвичи почти не будут отличаться от своего поднебесного прародителя. Это значит, что базовая версия модели получит 109-сильный атмосферник и механическую коробку. Кроме того, в гамму версии войдёт 150-сильный турбомотор, для которого заложена возможность выбора между механикой или вариатором. Привод только передний, так что любители внедорожных экзерсисов вряд ли заинтересуются москвичом. Электроверсия тоже моноприводная. Ей полагается единственный двигатель номинальной мощностью 68 сил. Емкость тяговой батареи относительно скромные 55 кВт-часов. Так что заявленный запас хода на уровне 400 км кажется чистой фантастикой. Другие подробности, очевидно, появятся после официальной презентации новинок. Хотя цены можно предсказать прямо сейчас. Базовый «Джак» нынче отдают за 2 миллиона рублей ровно, а топовый на 400 тысяч дороже. И значит, новоиспечённый «Москвич» должен стоить плюс-минус столько же. При этом бензиновый кроссовер наверняка постараются подвести под льготную программу автокредитования. И только тогда можно будет рассчитывать на определённый спрос. Хотя поначалу столичным властям явно придётся подключить административный ресурс, пристроив сотню-другую «Джака» москвичей муниципальным организациям вроде CODT. Плюс отгрузки такси и каршерингом. Редактор субтитров А.Сёмкин